Самаре подготовят большой технический паспорт. То есть каждый объект коммунальной и бытовой инфраструктуры, будь то дом, дорога или дворовая территория, получит свою дефектную ведомость, чтобы решать насущные вопросы быстро и качественно. Займутся этой работой районные советы. Соответствующее решение было принято на 10-м расширенном заседании Городской думы. Участие в нем принял и губернатор Виталий Портнов с подробностями. Главный вопрос на повестке – отчет главы города. В своем докладе Олег Борисович Фурсов отметил, в Самаре, несмотря на сложную экономическую ситуацию, активными темпами при поддержке губернатора строится доступное жилье, школы и детские сады, постепенно ремонтируются фасады зданий и дороги. Но есть и проблемы. На 8% сократились доходы городского бюджета по сравнению с 2014 годом. Собственные доходы снизились по сравнению с 2014 годом на 11,9% и составили 12 миллиардов 300 миллионов рублей. В основном за счет снижения поступления ДФЛ, земельного налога, доходов, получаемых в виде арендной платы, доходов от реализации имущества земельных участков. Кроме того, отмечается снижение безвозмездных поступлений на 3%. Расходы бюджета городского округа Самара также снизились по сравнению с прошлым годом на 4,8%. В связи с недостатком бюджетных средств важно усилить работу по сбору земельного налога. Городской бюджет недополучает порядка 3 миллиардов рублей и грамотно распоряжаться казной и контролировать сметы. В качестве примера Олег Борисович привел ситуацию с содержанием остановок. Администрация одного из районов Самары на ремонт каждый требовала 18 тысяч рублей. Но для того, чтобы покрасить и почистить от объявлений, хватило и пяти. Глава города подчеркнул, Самару вообще нужно приводить в порядок как можно скорее, до чемпионата мира два года. Об этом говорит и губернатор. Мы должны все сделать в этом году, чтобы мы на самом деле вычистили город. Все сделать. Вычистили, помыли и покрасили. Мы все равно этот вирус в себе победим и встанем на такую разумную очень, разумную, такую центристскую нормальную позицию, и где мы будем иметь и результат хороший, и на самом деле жизнь измерится. Глава региона также отметил, что власть на местах должна активнее работать с населением. Необходимо объединить все силы и средства, вовлекая как можно больше горожан к активной работе. Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, от того, каким будет результат на предстоящих парламентских выборах, зависит уровень поддержки региона со стороны федерального центра. Мы исключительно важно, во-первых, общество здоровить, в том, что все выборы провести очень организованно, и на выборах получить нам хороший результат. Москве уже надеется на Самару. Нас уже признают как опорный регион, как регион-донор политический. То есть он дает результат лучше, чем сосед, и перекрывает соседа, добавляя голоса партии, центральной власти. При этом не нужно поддаваться на так называемые информационные вбросы. Они уже были и еще будут, уверен глава региона. Особенно в интернете, когда факты интерпретируют так, как выгодно определенному кругу людей, тем, кто заинтересован в дестабилизации обстановки. Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, на провокации не нужно поддаваться, им нужно давать отпор. Депутаты городской думы и райсоветов с этим мнением согласились. Мы в ответе за то, что мы с вами делаем. Мы в ответе за тех избирателей, которые вас выбрали в прошлом году. Я очень благодарна губернатору, что он уделил нам сегодня время и вернул нас к тем задачам, которые мы должны решать ежедневно. Как предложил Николай Иванович, мы, наверное, с вами как-нибудь устроим экзамен и спросим с каждого депутата, что же он сделал и что ему мешает для того, чтобы хорошо выполнять свою работу. В заключении встречи губернатор подчеркнул, сейчас важно объединиться против общих проблем. И то, какой будет Самара через пять лет, зависит от каждого жителя. Виталий Портов, Александр Каракулько. Новости губернии.